Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, добрый день. С первого костричника в Украине можно будет отримать безнаявные субсиды для частковой компенсации платы за жильево-коммунальные послуги. Держава компенсует затраты на оплату жильево-коммунальных послуг, которые превышают 20% от сукупного дохода семьи в городе и 15% у сельской местности. Вядомо только в том случае, когда фактические объемы споживания не будут превышать установленных нормативов. Аутоматичность первого костричника субсиды продоставить пенсионерам и инвалидам. Остатние грамотяне для отримания допомоги повинны звернуться в отповедные инстанции. Заявительный принцип предусматривает обращение гражданина в службу субсидирования соответствующим пакетом документов. К этим документам относится документ, удостоверяющий личность гражданина. Это и паспорт, это свидетельство о рождении и другие документы, в том числе и пенсионное удостоверение. А также те сведения, которые содержат информацию о совокупном доходе семьи. То есть те доходы, которые получают граждане. Гомельская область все лета признана левшим регионом для бизнеса в Украине. А представники приватного сектора вошли у лик переможца у конкурсу «Продпринимальник года Беларуси». Учим складаючая по спяховости бизнесу. Учим территория Гомельщины привабная для капитала укладанья. Якие преференции представляет своим резидентам Гомельский технопарк. На гэтая и иншая актуальная пытанья откажутся эксперты программы «Добрый вечер, Гомель». Глядите сёня у 19.30 на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Протягиваем выпуск. Невеликый ассортимент продукции у аутолавках, дрянные дороги и недостатковое осветление сельских улиц. Гэта только некоторые проблемы, якие подчас сустреч с мясцовым керавницей могуцвыют жыхары Житковицкого района. Як почуть людей и принять необходные решения? Разом со службами выканавшего комитета у один сельсоветов выехал Олег Синтерову. Живый диалог, минавито так, у Житковицком районе называют сустречи керавництва Ваканкама с мясцовым населенцем. Кожный месяц у сельсслужбы выканавшего комитета выезжают у конкретный сельский совет, как на место доведаться о проблемах, якие хвалююсь людей. По померах территории Житковицкий район, другие на Гомельщине. Отдавленность широку населенных пунктов от райцентра означает, что далеко не кожный вязковец приеде у Ваканкама, каб поведомить об местовых проблемах. Есть заразумелый телефон, а лекали пытание необходимо оберковать деталёво, и он не самый лепший помощник. Живый диалог, гэта спроба районного керавництва самим прийти до людей. У Ленинским сельсовете 11 населенных пунктов, и у кожным за их отбываются сустречи. Нейко сказать, что размова всюды проходит спокойно, а лишь и огученные темы для вязковцев саправды актуальны. Той же ремонт дорог, например, заразумело, что сроку для проведения хупарадок в бюджете Нехапая или и покидать ситуацию без уваги нелько, особенно с обликом на доходящей зимы. Правда, от ида и притягнение для гэта хмэта сбережения у людей у района Пакуль отмовился. Я думаю, в первую очередь они должны думать о благоустройстве. Дороги, я очень сомневаюсь, что наши люди смогут вложить такую лепту, учитывая, что использование одного автомобиля или машины как минимум 3 миллиона рублей. Особный блок огученных проблем об работе местового ганлю, то ассортимент продукции у автолавков вельми уже незначный, то чеки не выдают, то еще и термин реализации пропонуемых товаров давно скончился. На отсутность ветливости сбоку продавцов у такой ситуации шмат хто увагу уже не звертая. Проблема оказалась настолько серьезной, что теперь работу автолавок у Житкинском районе будут контролировать специальные мобильные группы. Якость ганлювого обслугования у невеликих вёстках – увагу и тема, якая потребует принятие конкретных решений, больше уваги звернуть и на светление сельских улиц. Лямпочки и их замена каштуются не танно, а лишь и у темры в 21-м сагодзе жить нелько. Меньше справа, что у идеале сами лямпы можно было бы заменить на существенные энергосберегающие, якие до того же еще и працуют больше протяглый час. Але для этого так само потребны сродки. Мы же, естественно, на каждом столбу повесить лампочку не можем. И если взять населенные пункты малые, там не такое большое движение в ночное, в вечернее время. То есть мы считаем, что этих лампочек достаточно, которые есть. Там тоже висят люминесцентные лампы, но менее экономные. Памятный знак мирным жихарам, які загинули у годы Великой Айчинной войны, з'явился у Октябрьском районе. Гранитный камень с табличкой у Сталяваны на место, где у Саковику 44-го года немецко-фашистские захопники створили перасыльный концлагер для мирного насельництва. Под обязанностью в наступном репортаже. У Саковику 1944-го увез Цемикуль городок на шляху до трагичного дома Хазарычаў. Фашистские захопники створили перасыльный концлагер для мирного насельництва. Тут знаходзілися у основным жанчыны, деці і состарылы, які гинули от знясілення іх вароб. Нас было у семьи в шестерать человек, децей, мать одна. Водзіла нас по болотам, по этим поляшам. Вот, после этой деревни Медведову мы попали вот сюда, в Микуль городок. Калю в его родную вёску пришли окупанты Михаилу Старовойтову было усяго два годы. Жахи та гоперы едуйон малолетній вязень памятая короткими успышками, які отбіліся у дзятячай свядомасті. Однак празусёжы цёян пронёс думку. Память об гэтым потребна заховываць усімі махчымымі сродками. Хочелось бы, щоб більше такого не повторилось. Поэтому должны делать всё возможное, щоб не було такого. Ідея пам'ятного камня була озвучена давно, коли бувший председатель Любонського сельского совета Зайцев Александр Алексеевич установив пам'ятный камень, вот этот, который нашёл тоже где-то здесь недалеко, возле Микульгородка, на месте, именно там, где находился, был расположен пересыльной этот пункт. Но он там не прижился. Это в лесополосе. Там посадили лес, разрабатывают нефть, добывают, поэтому и туда неудобно добираться. Поэтому в этом году было решено этот пам'ятный камень облагоустроить вот эту местность. Сучасный помник проставляет собой гранитный камень со звездками об сотнях загинувших у пересыльным лагеря у Микульгородку. Зараз помник знаходзіться у зручным местце Каля-Трасы. І кожен жадаючий може наведаць гэта месца, каб отдать даніну поваги мирным жахарам Ахвярам Великой Айчынной. Я думаю, что это знаково и для района, и для сельсовета, тем более и для жителей. Все жители окрестных деревень со слезами на глазах. Многие восприняли это событие, что мы наконец-то смогли сделать это всеми усилиями. Алена Василюк, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель», Октябрьский район. Сумная новина пришла у наш коллектив. На 80-м годзе життя перестала биться сердце нашого коллеги сябра клопотливого семьянина и чудовного человека Владимира Константиновича Протопопова. Владимир Константинович Протопопов стоял львы токов стварыння Гомельской студии телебачення, где он працавал больше 35 лет у якости ведучего телевизионного оператора. Высокий профессионализм, великий творчий потенциал, глубокое почутствие отказности дозволяли ему на протягу усюй працонной дейности стварать высокомастацкие телевизийные перадачи для самой розной аудитории глядачу. Заслуги у Владимира Протопопова были отзначены медалем за доблестную працу. Сябры и коллеги за все ды повартости шановали у Владимира Константиновича за неабыяковое ставлення да справы, старанность, уважливые относины да людей. Навад будучи у опошней годы на заслуженном отпочинку, и он не парывал в связи с коллективом, передавал свой шматгадовый опыт молодым. Коллектив телерадиокомпании «Гомель» выказывает глубокие спочувания родным и близким у Владимира Константиновича. Мы глубоко смуткуем разом с вами. Память об Владимире Протопопове назавжды будет жить у наших сердцах. Сьогодняя православная царква святкуе узвиженье подчеснага и животворнага крыжа Господняха. Такая полная назва святая, кое звычайно коротко называют узвиженнем. Гэта одинная двунадесятая святая, историчной основой якого зявилися не тольки новозаповедные падзеи, але и больш поздние с царковной гистории. Установление святы связано с падзеями 4-го стагодзя, коли святый рун апостольный Константин Вяликий зробил гнаной рымскими императорами християнства державной религии. Не в забаве пасля гэта га мати Константина царыца Алена отправилась у Иерусалим з мета издабыць наивялікшую святыню християн, крыж, на яким покутывал и помер уся вышний. Таким чыном была знайдзена пячора гроба Господня и непадалек от яе три крыжи. Крыж Иисуса Христа был вызначаны тады, калі хворая жанчына, на якую их пачарзе ускладалі, отрымала вылячэння. С тыг часоу и говорить, калі на узвяжэнне звера и помаліцца ля крыжа, то ён и мёртвага падымя. Крыжу зносится и перемагая, не глядзячы ни на что. На гэтым выпуск завершены у студы працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго дня. До новых сустрэч у эферы. Субтитры подогнал «Симон»!